Спасибо, уважаемый господин председатель. Благодарю также помощника генерального секретаря Мирослава Йенча за последнюю информацию, представленную Советом Безопасности. В частности, приветствуем участие министра иностранных дел Армении Мирзаяна и министра иностранных дел Азербайджана Байрамова в столь важной дискуссии. Хотели бы, чтобы мы собрались здесь по другим, скажем так, обстоятельствам, но, как и другие, за этим столом Соединенное Королевство озабочено огромным давлением, которое оказывается на население Нагорного Карабаха. Гуманитарные потребности на местах огромны и растут. В начале этой недели, как мы уже слышали от госминистра ОАЭ, мы были удовлетворены новостями о хотя бы небольшом передвижении гуманитарных товаров через Лачинскую и Агдамскую дороги в Нагорный Карабах. Эта возможность достижения прогресса, однако, к сожалению, не венчалась успехом в связи с объявлением Азербайджана о начале военной операции. Совместно со многими из наших партнеров Соединенное Королевство настоятельно призвало Азербайджан прекратить применение силы, воздержаться от эскалации и вернуться к диалогу. Хотя мы полностью признаем суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, военная мощь не может использоваться для урегулирования напряженности внутри общин. Прямой диалог является единственным способом для обеспечения реального и устойчивого мира и реальных и устойчивых решений. Поэтому исключительно важно, чтобы возобновились переговоры с представителями армян, проживающих в Карабахе на основе авторитетного плана для обеспечения прав и безопасности каждого в регионе с тем, чтобы они могли жить в условиях мира. И особенно сейчас ООН и международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, могут оказать исключительно значимую важную помощь для того, чтобы удовлетворить потребности прямо сейчас и более долгосрочные гуманитарные потребности. Дальнейшее использование насилия лишь подорвет предварительный прогресс, достигнутый по устойчивому мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией на основе принципа суверенитета и территориальной целостности обеих сторон, что, конечно же, соответствует интересам всех стран Южного Кавказа. Соединенное Королевство поприветствовало вчера объявление о прекращении огня. Мы настоятельно призываем все стороны соблюдать это прекращение огня, положить конец насилию и приступить незамедлительно к открытому диалогу для обеспечения безопасности народа этого региона. Хотел бы заверить вас, что мы, как Соединенное Королевство, будем поддерживать этот важный процесс так, как мы можем. Благодарю вас. Я благодарю его превосходительству лорда Ахмеда за сделанное заявление и слово предоставляется представителю США. Спасибо, господин председатель.